В средневековой западной Европе в мифологических представлениях все обладательницы магическими знаниями считались колдунами. Они обладали способностью воздействия на человека и природу и имели возможность совершать сверхъестественные поступки. Проникать через закрытые двери, похищать сердца людей, летать по воздуху, наводить порчу на урожай и скот, вызывать болезни. О них ходили слухи, что они имели возможность заключать союзы с темными силами и дьяволом. И служить ему, вступать вместе с ним в половые отношения, совращать всех верующих и губить их души. Все представления о способностях ведьм и магии до эпохи начала развития средневековья оставались на уровне слухов. И еще они осуждались церковью, которая в свою очередь наказывала тех женщин, которые подозревались в колдовстве. Вера в существование ведьм рассматривалась церковью как суеверие и внушаемое происками от нечистой силы. В 13-15 веке, с развитием средневековья, но с внутренним кризисом церкви и потерей полнейшего контроля над понятием духовной жизни, отношение церкви к преследованию ведьм изменилось. В лице богословов и инквизиторов церковь соглашалась со способностью определенных лиц, в основном женщин, творить колдовство. В тот период церковью было принято представление о половых сношениях между человеком, который занят колдовством, и дьяволом. В конце средневековья начались массовые гонения ведьм, которые получили характерный коллективный психоз, обхвативший большие слои населения во многих странах Европы. Инквизиторами было озвучено сочинение о молоте ведьм, которое полностью обосновывало всю необходимость в преследовании ведьм. На целых два столетия это было основным руководством для церковных и светских судов, которые занимались делами о колдовстве. Ведьма считалась преступницей и подсудной особой юрисдикцией, которая должна была гореть на костре. Все обычно начиналось с судебного преследования, с обвинения в колдовстве, которое выдвигалось с соседними или простыми прохожими, с которыми оказывалось в конфликте обвиняемое лицо. Подобные дела рассматривал суд, следовавшим трактатам по демонологии. В тот период количество таких дел увеличилось. Суду было мало одного признания о колдовстве от ведьмы, им нужно было доказать, что она находилась в союзе с дьяволом и с помощью его власти делала злодеяния. Связь темной силы и служение ей рассматривалась как тяжкое преступление, которое было предусмотрено всеми правовыми кодексами в 16 веке. В отношении обвиняемых в колдовстве применялась определенная процедура, которая сопровождалась пытками. Когда было получено искомое признание, ведьма подвергалась дальнейшему изгонению, но чаще всего сожжению. Те из обвиняемых, которые не признавались и выдерживали страшные мучительные пытки, считались невиновными. Народные верования в существование вень в тот период сочетались прежде всего с правильным демологическим учением. В средние веки гонения на ведьм были и со стороны светских властей и церковных сторон, так и со стороны масс обычного рядового населения, которые старались разрушить народную традиционную культуру. В те времена женщина была как главным объектом гонений, так и главной носительницей традиционных народных культур. В 16-17 веках новым методом в преследовании на ведьм было то, что светская власть и церковь стали видеть в них уже не только одиночек, но и групп ведьм, которые собирались на шабаш. Вместе с верой во вредоносных ведьм существовало и вера в хороших, добрых ведьм, которые обладали способностью нейтрализовать плохие действия первых и вступать с ними в борьбу. В Западной Европе большая охота на ведьм отражала огромный кризис и распад общества. Люди той эпохи всю ответственность на неурядицев залагали на всех чужаков и на так называемые маргинальные элементы того времени. Все страны протестантской и католической Европы были охвачены преследованием ведьм, но в некоторых отдельных регионах существовали свои особенности. В те времена множество мыслителей пытались отстаивать свою веру в ведьм и обязательную необходимость их постоянного истребления. Только во второй половине 17 века, когда вызванный террор, массовыми долгими преследованиями ведьм стал утихать. В культуре нового времени еще сохранились представления о ведьмах. Они чаще всего опасны в тот период, когда начинаются календарные праздники, а к таким праздникам добавляется и обряд сожжения ведьм, а также еще и карнавальных чучел. Преследование ведьм у славян не имело такого массового характера, как к примеру в Западной Европе, но все-таки по народному предположению казнь ведьмы это как правило сожжение, которое необходимо для прекращения засухи или мора. Ну что же друзья, вот и подошел наш ролик к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо за внимание.